Друзья, хочу вам показать подарочки, которые нам подарили наши подписчицы из города Дмитрово, Анжела и ее дочь Юля. Вот такие вот красивые полосенца кухонные, с лисичками, с сестричками. Красивенькие такие. Максим говорит, прячь, заберем потом в дом наш. Пользоваться пока ими не будем. Как приедем в свой дом, потом достанем. Я с ним согласилась. Ну, прибережем их. Так, что еще у нас тут? Это не все. Белка-белка наша. Также подарочки были еще для наших котиков. Это, я так понимаю, две мышки-сестрички. Такая серенькая для Китти, а рыженькая для Белочки. И сладости, конечно же. Шпроты с закусом олигарха. Оригинальные такие конфеты в виде шпротин. Очень неоригинально. Смотрите еще. Ракушка с жемчугами. Смотрите, какая красота. То бишь в дальнейшем, потом даже эту коробочку, когда конфетки скушаем, можно будет ее использовать, что-то хранить. Какие-нибудь украшения. Конфетки с арахисом. Такая вот красота. Девочки, Анжела и Юлечка, спасибо вам огромное за гостинство. Очень приятно. Всем огромный привет. Начинаю свой новый влог. Мы приехали к бабушке в деревню. Бабушка, помаши рукой. Приехали всей бандой. Сейчас покажу всех. Аркадий попал в кадр. Поймала. Только приехали. Временью, сейчас вам скажу, 9.27. А мы уже у бабули в деревне. Вот так вот. Ты рада, бабушка, что мы к тебе приехали? Конечно, я рада вас. Тут в кадр попала мама. Мам, помаши рукой. Мама отпуск. Она приехала к бабушке. Тут сейчас будем мы завтракать, чай пить. Кто чай, кто кофе. Печенюшки взяли к чаю. И у нас там еще тоже пирожники еще есть. И пирожки. Сейчас, кстати, надо их достать. Достали пирожки. Тут у нас беляши и пирожок с ливером. Там мы в кулинарию заезжали. Где всегда я обычно кексы беру. Кексов сегодня не было. Был вот такой замелах. Печенье называется. Так что сейчас будем завтракать. И поймала Таисия. Привет. Тоже дочь я тут разобрала в сумке вещи свои. Но мы как бы с Таисией приехали на один день. Завтра мы домой поедем. А вот Аркадий с бабушкой Леной останутся тут на две недельки. Будут тут отдыхать. Да? Заниматься огородом. Ну или еще чем-нибудь. В общем, найдут чем заняться. Хочу вам показать обстановку на улице. Посмотрите, какая шикарная погода. Не облачко. Небо чистое. Погода солнечная. До 30 градусов тепла сегодня обещают. На травке даже, смотрите, еще роса не высохла. Травка мокрая-мокрая. Вот видите, капельки. Обожаю к бабуле приезжать в такую вот рань. Потому что есть больше возможностей подольше пообщаться. Кайфануть. Птички летают. Красота. У нас настало время обеда. Пожарили картошечку у бабули. Молодую, которую бабушка сама вырастила. И здесь у нас, ой, подогреваются голубцы. Так что всем, кто собрался кушать вместе с нами, всем приятного аппетита. В общем, мы пообедали. И сейчас идем на речку. Аркадий заодно там искупается. Ну и мы заодно водичку потрогаем. Аркадий, Аркадий, пошел, пошел. Легкой джазовой походкой. Покупалки народу немерено. Одна детвора плавает. Взрослый загорает. Так, вроде бы парень держится. Молодцой. Зайдет с первого раза. О, молодец. Закаленный. И пупсик бегает маленький чей-то, да. Трогаем с мамой воду. Кстати, это вот мама стоит. А это я. Ну и как тебе водичка, мам? Хорошенькая? Отсвежающая? Аркадий говорит, мам, пойдем до врага дойдем. В тот раз мы не смогли спуститься. Ну, не получилось у нас то, что там люди отдыхали. Решили вот сегодня попробовать спуститься. О, мой гад. Нифига себе, какой диван. Тут что, люди ночуют, что ли? И диван, и стол. Сразу, слышишь, мам, поел, сразу поспал. Классно. Ничего себе. Апартаменты какие. Вот так вот. Я боюсь даже вниз спускаться. Там сейчас, наверное, покруче будет. Дошли. Сейчас будем спускаться. По такой тропиночке. Вынесите. Тебе руку дать, мам? Не свалите. Давай руку. Тропиночки. Пошли. А просто поганая палка, в которой можно упасть. Ой, и снова тут костер. Я не пойму. Это что, человек тут уехал, а я оставил костер? Потом вот пожары происходят. Деревья горят. Что происходит вообще? В общем, все затушили. Все хорошо. Набрали в бутылку воду и залили. Все, все ок. Ну, тут, конечно, такой царач. Люди отдыхают. Мусор оставляют. Еще и бутылки разбивают. Стекла. Короче, трындец. Смотрите, какую колючку нашли. Мохнатую. С пухом. Какая красота. Сардинка. Я тут хожу, любую с цветочками, которые в саду растут. У бабули. Прекрасные бархатцы. Вот эти цветочки, я не знаю, как называются. Не очень разбираюсь, честно говоря, в цветах. Смотритель. Сейчас мы с вами проведем расследование. Посмотрим, кто находится в домике. Ку-ку. Помаши рукой, дочь. Тебя немножко видно. Ребят, смотрите, нашла паучиху. На паутине висит два кокона. Я так понимаю, ее... Из одного виднеются маленькие паучата. Вот такое явление природное. Посмотрим, что тут происходит у нас. Бабушка Марса выпустила на прогулку. По саду бегает он. Вернее, бегал. Теперь, наверное... Куда он пошел? Да, вон туда. Вот такая территория огромная у него. Вот он тут углы метит. Марс. Марс. Ты как уголек черный. Вообще. Как уголек черный. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как лошадка. Марс. Марс. Все, не хочет он больше гулять. Набегался. Вот так вот. Сейчас будет ужинать. Что там, косточку дала ему? Да. Нашла у бабушки в саду тыкву-гигант. Сейчас покажу, какая большущая. Красивая. Оранжевая. Вот такая красотка. Приглашаю на яблоки. Пусть приезжают. Вот так вот. Бабуля приглашает всех. Всех на яблочки. На яблочке. Смотрите, сколько красивых. Яблочек много-много. Богатый урожай. Яблоки сорт пипин. Сейчас будем кушать арбуз. Разрезали. Смотрите, какой хорошенький, спелый. Сейчас его нарежем. И будем кайфовать. Стоиска, давай первый арбуз бабуле дадим. Да? Да. Давай бабушка попробуй. Ба. Ну давай. Ну и пробуй. Если не пробуй. Ну-ка. Так. Давай, дочь, тебе. На, попробуйте тоже. Я куда-то пойму людям. А я просто бабушке укусить дала сейчас. Что-то на кушечке приводится. Вкусно. Вкусно? Ага. Подготавливаем мангал. Будем жарить шашлычок и люля-кебаб. Бабушка наша, смотритель, наблюдает, как мы тут работаем. Да. Ты нам не доверяешь? Довираю, проверяю. Доверяй, но проверяй, да? Люля-кебаб. Делать будем его из лаваша. Лаваш вот такой вот длинный купили. Начинка у нас будет два вида фарша. Свиной, куриный. 200 грамм сыра сюда же потерла. Один перчик болгарский. И средняя луковица. Все на средней терке, короче, потерла. Посолила, поперчила. Хорошо перемешала. В холодильничке он у нас лежал. Настаивался. Сейчас я этот фарш буду выкладывать по всей длине лаваша. Сейчас покажу вам все. О. Пока бабушка разжигает мангал, мама зря времени не теряет. Расстелила длиннющий ковер из лаваша и покрывает его мясной начинкой. Вау. Так что сегодня будем пробовать новое блюдо. Надеюсь, новое блюдо всем понравится. И сейчас я буду аккуратненько его вот так вот сворачивать. Прижимаем хорошенечко все. Пока я ничего не режу. Я думаю, наверное, две колбаски сделаю, да? Или сколько? Или три колбаски. Как думаешь? Вот такая длина нормальная? Если так вот сделать? Или ничего заворнуть? Я думаю, да. Хватит, да? Я сейчас ножку возьму, разрежу и сделаю. Я думаю, наверное, три колбаски у нас точно получится. Угу. Собранные рулетики мы заворачиваем в пищевую пленку. Но если пищевой пленки нет, уж как у нас в данный момент у бабушки, мы порезали от лаваша пакетик и хорошенечко лавашик заворачиваем. Берем в холодильник, чтобы он настоялся. Потому что если сразу его нарезать, он начнет рваться. А нам нужно, чтобы все было целое. Купили сегодня в магазине шашлык по-кавказски. Вот и решили попробовать. Жарим. Ой, смотри, как поджарился. Вовремя я перевернула. Люля-кебаб из лаваша. Скоро уже будем снимать. Очень быстро готовится. Да, да, я переворачиваю, бабуль. Ой. Самое главное это. Не упустить момент. Нужно, чтобы все прожарилось. И чтобы не сгорело. Ребят, мы сели ужинать. Смотрите, какой стол у нас получился. Салатик. Ну, это типа греческого с сыром. Так, тут свиной шашлычок. А это лилля-кебаб по новому рецепту. Когда попробуем, обязательно скажем свое мнение. В общем, мы уже вернулись в Калининград, Стас. Заехали, забрали Максима. Теперь Максим управляет машиной. Вот. Едем домой вообще отдыхать. Отдыхать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...